Всем привет! Это программа Дополнительное время и я ее ведущий Кирилл Басенин. Подошла к концу не только рабочей, но и спортивной недели. Давайте вместе вспоминать лучшие моменты, имена спортсменов и победный счет. Поехали! Давайте этот выпуск начнем с новостей зимнего вида спорта. Наш ХК Саров сделал квалификационное предложение Александра Конного. В прошлом сезоне форвард провел 57 встреч, включая матчи второго этапа соревнования, так называемый плей-офф. Забросил 18 шайб и отдал 17 голевых передач. При этом его показатель полезности составил плюс 14. Таким образом, ХК Саров получил преимущественное право заключения нового контракта с этим хоккеистом. Если в срок до 31 мая спортсмен не примет предложение другой команды, все спортивные права на него закрепляются за прежним клубом. В майские выходные вновь отличились юные пловцы Дюшикар. 3-4 мая в Нижнем Новгороде прошло первенство Нижегородской области по плаванию среди юношек 2007 и девушек 2009 годов рождения. Анастасия Корнишина завоевала золото на дистанции 50 метров вольным стилем и 100 метров в комплексном плавнем. На дистанции 50 метров бутерфляем у нее серебро, она же вместе с Маргаритой Синицыной, Олесей Потукой и Ариной Детушевой вошла в сборную эстафетную команду девочек. Здесь саровчанки стали победительницами в дисциплине 4 по 50 метров в вольном стиле и серебряными призорами в комплексной эстафете 4 по 50 метров. В медальном зачете команда Дюшикар заняла второе место среди 14 команд. В конце апреля стартовал чемпионат Нижегородской области по футболу среди команд высшей лиги. ФК Саров встретился в этот день на выезде с Нижегородским РЦПФ Олимпийцем и одержал победу с отсчетом 2-0. Во втором туре 5 мая саровчане сродились в гостях с Борским Спартаком. Команды так и не смогли распечатать ворота, завершив матч в сухую 0-0. По итогам двух туров ФК Саров набрал 4 очка и разместился на пятой строчке турнирной таблицы. Весьма успешно выступают саровские баскетболисты. 6 мая в Арзамасе прошел финал первенства Нижегородской области по баскетболу Нижегородская любительская баскетбольная лига среди команд юниоров. По итогам финальной игры наши спортсмены стали серебряными призерами, уступив команде с дюшор номер 7 Нижнего Новгорода. БК Атом стал чемпионом Нижегородской области по баскетболу сезона 2017-2018. 6 мая в Арзамасе прозвучал заключительный аккорд Нижегородской любительской баскетбольной лиги сезона, где собрались 4 лучших команды по результатам регулярного сезона в борьбе за титул чемпиона. Вся встреча прошла на равных и только четвертая четверть все расставила по своим местам. Финальная сирена и табло фиксируют счет 74-60 в пользу саровчан. В 70-й раз в Сарове на 9 мая прошла легкоатлетическая эстафета. Более сотни участников практически всех возрастов. Общий позитив праздничного соревнования заставил спортсменов быть сильнее, быстрее и выше. Даниил Изюкин из 2-й гимназии можно назвать старожилом легкоатлетической эстафеты в День Победы. Для него выступление на этом соревновании уже пятое по счету. И каждый год без медали молодой человек с площади Ленина не уходит. Я помню свою первую эстафету, тогда мы не бежали к вечному огню, мы бежали до Комсомольской площади и поворачивали за ДК. Я бежал на этапе 200 метров от памятника и до поворота на автобусную остановку за ДК. На линию старта 9 мая вышло 10 школьных команд. Конкуренция сильная, а золото в эстафете ценится очень высоко. Чтобы не подвести команду, готовиться к состязанию Даниил начал еще, когда на улице лежал снег. Я бегал вокруг дома, по улице, вокруг района. Как только сошел снег, я начал бегать на икаре, готовиться на длинные дистанции, на спринтерские дистанции. Потому что я готовлюсь не только к эстафете, я готовлюсь и к парашюту многоборью, бег на 3 километра. Организаторы стараются сохранить и приумножить добрые традиции эстафеты. Одна из них – торжественный парад спортсменов перед началом соревнования. Честь вывести более сотни участников предоставляется главному судье. Эстафета в этот год является юбилейной, посвященная 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Я считаю, что это очень почетно и достойно. Все рассчитано до деталей, до того места, до куда мы должны дойти, как развернуться, куда посмотреть. Соревнования закончились. Сильнейшими в этом году в женских и смешанных забегах стали сотрудники внеев. Среди младших школьников золото досталось школе номер 5, а среди старшеклассников первыми оказались гимназисты. Кирилл Васенин, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Во второй раз на День Победы Федерация Футбола решила провести Кубок Победы. В этом году побороться за приз приняли решение 8 команд. Как все прошло и кто победил, смотрите в следующем сюжете. В память о трагических днях войны, о тех, кто подарил на мирное небо над головой, вот уже второй год подряд, 9 мая, на стадионе Икар встречаются любители футбола нашего города и борются за Кубок Победы. Помнить тот великий подвиг, который совершили наши предки, и мы вот так вот чтим, выходим и играем в футбол. По словам организаторов турнира, в этом году на поле встретились практически равные по силе команды. В нескольких встречах сильнейший определялся только по пенальти. Матчи проходили в сокращенном варианте, в формате миди. Два тайма по 12 минут. В олимпийской системе, скажем, кубковая система, сразу на вылет, там, те команды, которые выиграли, проходят дальше, борются за Кубок. Те, кто проиграли, играют в утешительный турнир. Ну, по три игры все команды сыграли. Обладатель Кубка прошлого сезона Дюзш Икар в этот раз не смог удержать лидирующих позиций. В финал вышли команды МЧС «Искра» и «Динамо-ВЧ», представленные военнослужащими Саровской дивизии. Хотя у последних турнир начался нелегко. Первая игра далась нам трудновато. Начало сезона, мы сейчас входим в сезон. Получилось так, что сыграли в ничью, было много моментов, не забили. По пенальти удача на нашей стороне была, мы выиграли. Путь к победе шел по нарастающей. Второй матч турнира они сыграли уже со счетом 2-0, а финал уже 5-1. На церемонии награждения дипломы были отмечены лучшие игроки и вратари. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей САРО-24. Недавно в зале прыжков на батуте прошла встреча с Михаилом Заломиным и Александром Одинцовым. Спортсмены ответили на вопросы собравшихся и провели мастер-класс по своему виду спорта. Как это было, смотрите прямо сейчас. Быть чемпионом – непростое дело. Такими словами встретил ребят заслуженный мастер спорта Михаил Заломин. Акробат приехал с ОРОВ, чтобы отдохнуть. Но, как показывает практика, спорт – это постоянная работа. Да и отдыхать Михаил не привык. Поэтому первым делом посетил родные стены спортивной школы ИКАР. Чтобы вспомнить, как все начиналось и заодно показать мастер-класс подрастающему поколению. Этим нужно жить. Спорт не заканчивается только работой в зале и всё. У меня спорт во всём состоит. И в зале, и дома я прихожу, видеозаписи смотрю. И с детьми занимаюсь. Он всегда везде. Ребятам удалось пообщаться ещё с одним именитым спортсменом – призёром чемпионата Европы, мастером спорта международного класса по прыжкам на батуте Александром Одинцовым. Александр рассказал, что часто встречает саровских спортсменов на престижных чемпионатах. На стране приезжают. То есть, видно, что наши саровские ребята или девчата. Да есть всё равно результаты. Надо дальше работать, тогда всё получится. На мастер-классе чемпионы мира показали юным спортсменам трюки на трамплине, поделились секретами того, как правильно держать спину и плечи, а также где должны быть руки и ноги во время прыжка. И, как показала практика, юные спортсмены усвоили уроки чемпионов и готовы в скором времени завоёвывать медали на самых различных соревнованиях. Не привычно, что нас занимают не тренера, а чемпионы. Мне понравилось, как нас разминали, и как Миша Заломин. Там у нас сейчас мастер-классы делают у батуты. Я буду стремиться, как Михаил Заломин, чтобы получать много наград. Совсем скоро Михаил и Александр отправятся на чемпионат мира в Санкт-Петербург, где им предстоит отстоять честь страны и завоевать очередные титулы чемпионов. Ирина Вашегородцева, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров-24. 5 мая в Кстове прошёл всероссийский турнир по самбо. За награду о роли с юношей 2006-2007 годов рождения. Воспитанники Дюшикар Данил Султанов в весовой категории 65 кг и Сергей Гнутов в весовой категории 55 кг стали бронзовыми призёрами турнира. В эти выходные в баскетбольном зале Дюш-юниор пройдёт финал первенства Нижегородской области по баскетболу детской и юношеской баскетбольной лиге. В турнире примут участие 8 команд юношей и девушек 2002-2003 годов рождения из Нижнего Новгорода, Павлова, Держинска и Сарова. 12 мая в 13 часов начнутся полуфинальные игры. Команда девушек Дюшикар встретится с Дюш-номер-1 из Держинска в 14.45. Мужская команда в 16.15 сыграет с баскетбольной школой Нагорной из Нижнего Новгорода. 13 мая в 9 утра стартует матч за третье место. Финальные игры между женскими командами пройдут в 12.30, у юношей победителя определится в 14.15. На этом всё. Актуальные спортивные новости нашего города смотрите в программе «Дополнительное время». Всем побед! Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!